Смочу холст. Это у меня тройник, а кисть просто была чуть-чуть в краске, поэтому сразу избавляет холст от белости. Мало того, мы здесь еще и драпировку имеем, еще и поучимся с вами работать с тканью. Вам обязательно понадобится проектор. Ну понятно, что кто еще не приобрел проектор, у него это еще впереди, но сначала я буду набирать на глаз, а потом проверю себя уже с помощью проектора. И так, розовый охра, синий белило, синий, это ультрамарин. Ткань платья несколько просвечивает тело сквозь эту ткань. И у нас будет несколько просвечивать, поэтому кое-где этот розовенький будет помигивать. беру белило. Беру белило. от середины здесь, от середины, сюда движется белильное пятно. До середины не доходит совсем. еще несколько белильных пятен и растворяется белило здесь. Чуть смуглее, то есть больше... Вернее, меньше белил, больше синего и розового. вот таким углом... вот таким углом... вот такой скользящий свет. Вот если здесь свет свет, то здесь скользящий. в середине заканчивается... вернее, от середины начинается рука в эту сторону. И, наконец, верхний. Верхняя геометрическая фигура, полученная между рук. Ну вот, немножко уже что-то наметилось. Так, у меня тут кисть недомытая. Мою ее прямо от стол. Вытираю в тряпку и тряпкой вытираю стол. Розовый охра. Мы видим, что почти от самого угла, но все-таки отступив, выходит рука. Выходит... делает вот такую дугу. Напоминаю, что здесь середина. Середина по ширине. середина по высоте. И здесь прогиб, поворот кисти руки. пока примерно намечаем пальцы. пальцы. Здесь рука выходит по этой траектории. То есть, не от самого угла. а если здесь взять по высоте, то чуть ниже, чем середина с этой стороны. Чуть-чуть намечу цветочек. Возьму кадмий и розовый. Выше середины. Вот середина. Выше середины. Смотрит край. Над цветком помещается почти, почти помещается цветок. По своему размеру. Вот этот размер почти помещается здесь. Это примерное место расположения цветка. Толщина этой руки примерно занимает столько пространства, сколько останется с этой стороны. Есть легкое смещение от середины. Крючочек мизинца по вот этой траектории. Крючочек мизинца по вот этой траектории. Кисть постоянно вытираю в тряпку, после каждого общения с холстом вытираю в тряпку. Охра красный и немножко синяки, больше красного. И больше синяки, может быть даже плюс розовый. Более мощную сделал тень. Краски вы видите немного, всюду немножко виден холст, просвечивает. Розовый, синий охра. Это не принципиально, чтобы обязательно розовый, синий охра, можно и красный, синий охра. Поэтому так мерещится мне. Всюду будет у нас штрих по цилиндру. Посмотрите, штрих по цилиндру сразу сделал закругленным это место. Все пальцы это цилиндры. Относительно этой линии, относительно опять же этой линии здесь примерно нахожу силуэты остальных пальцев. Мигнул большой палец. Соacked. Сolnцам. Соответственно. Соответственно. Почти белый-розовый. Там же была охра, а розовый у нас персик. И вот почти белый-розовый в сочетании с охрой. Белый-розовый в данном случае как проявление блика. Такого широкого блика. И вроде как попадаю в цвет. Теперь немножко мандариновости. Вот такая задача. Я понимаю, что будет очень непросто ее решить. Но надеюсь, вам понравится вообще расследовать здесь. Тут и портрет, и тело. Портрет рук. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ